Сейчас я хотел бы поговорить конкретно о беззалоговых кредитах. То есть речь пойдет и касается это видео именно тех людей, кто оказался, так сказать, в ситуации взятия кредита беззалогового. Это может быть как банк, так и любая другая кредитно-финансовая установа, кредитные спилки, другие финансовые компании, которые сейчас активно кредитуют беззалоговые кредиты. Что такое беззалоговый кредит? Беззалоговый кредит это кредит, займ, который вы получили наличными или на карту деньги вам были перечислены, которые вы могли потом использовать либо в розничных сетях, либо снимать через банкомат наличные, за который не предусмотрен залог. Как правило, такие кредиты выдаются от 5 и до 50 тысяч гривен. Но нужно понимать, что эти кредиты при своей общей доступности, потому что практически все банки их активно кредитуют, либо на карту, либо наличными через кассу, и требования к таким кредитам достаточно лояльны. То есть получить такой кредит может каждый человек, от пенсионера до студента. Но природа этих кредитов такова, что банковские учреждения и другие финансовые учреждения закладывают в эти кредиты очень высокие процентные ставки за пользование. Иными словами, вы платите огромные деньги. А также там огромные штрафы, если вы не платите такие кредиты. Таким образом, человек, который взял такой кредит, ему желательно выполнять обязательства по этому кредиту четко, в сроки, не допускать возможности просрочек, потому что если вы это сделаете, то потом вам будут насчитывать колоссальные суммы. Каким образом, так сказать, выйти из ситуации, если вы все же взяли такой кредит, и вы все же допустили начисление просрочек, потому что у вас по той или иной ситуации не было возможности платить. Здесь вам нужно действовать следующим образом. Нужно четко понимать, что банковские установы, они закладывают в такие кредиты огромный процент невозвратов. То есть они, выдавая вам кредит, где-то уже подсознательно предполагают, что этот кредит может не вернуться. Поэтому даже несмотря на то, что вам активно могут звонить и активно писать всякие письма, смс с различными угрозами, то это не значит, что банк будет проявлять действительно какие-то агрессивные активные действия по взысканию этого кредита. Вам нужно четко понимать, что ваша задача перевести ваши взаимоотношения с банком в конкретное правовое поле. Что это значит? Это значит, что да, хоть вы и взяли кредит, и хоть вы нарушаете условия кредитного договора и не платите по этому кредиту, нужно действовать в правовом поле. То есть письма, смски, звонки с угрозами, все это банк не имеет права осуществлять. Все, что он может сделать, это отправить вам письмо с указанием, что вы нарушаете условия договора, указанием вашей задолженности и попросить вас оплатить эту задолженность. Если вы игнорируете такое письмо, которое должно быть отправлено официально письмом с уведомлением, банк имеет право обратиться в суд и, получив соответствующее судебное решение, тогда уже обратиться в исполнительную службу и через исполнительную службу пытаться взыскивать эту задолженность. Вы четко должны понимать, что все остальное, что вам пытаются угрожать звонками, рассказывать, что на вас откроют уголовное дело или еще что-то продадут коллекторам или к вам приедут коллекторы, все это превышение полномочий банка либо его конкретными сотрудниками является незаконным. Знайте свои права, проводите, так сказать, взаимоотношения с банком в правовом поле. Что я главное хочу отметить, что не всегда банки по таким кредитам обращаются в суд. Очень часто они списывают эти кредиты автоматически или перепродают другим финансовым организациям, с которыми вы можете договориться, потому что купят они вас значительно дешево. В принципе, вы можете пытаться договориться и с банком. То есть, главное понять, что не нужно паниковать. Если даже вам там с 50 тысяч гривен насчитали 200, смело идите в банк и пытайтесь договариваться. Говорите им столько, сколько вы можете платить, и вы можете договориться. Главное, что если вы оплачиваете деньги банку, всегда делайте это только после того, как вы получите от них гарантийное письмо, в котором будет прописано, что вы договорились закрыть кредит на таких условиях. И после оплаты вам должны выдать письмо, банк должен выдать о том, что не имеет к вам никаких претензий. То есть, это есть юридический формат закрытия. Если же все же вы не можете договориться, и у вас нет возможности обратиться к специалистам, чтобы они вам помогли, и на вас подали в суд, ваша задача следующая. Судиться вы можете. Опять же таки, либо обратившись к специалистам, либо пробовать самостоятельно. Если вы будете пробовать судиться самостоятельно, вам нужно обратить внимание на то, что банк, выставив вам сумму, может очень сильно ее накрутить за счет пени. Вот эта пеня может быть начислена незаконно. Старайтесь в судебном процессе бить на то, что вы должны только проценты за период пользования и само тело. Что все остальное, это незаконно накрученные, так сказать, штрафные санкции, которые увеличивают ваш долг в десятки раз. Даже если вы проиграете суд, знайте, что это еще ни о чем не значит. Банк в правовом поле пойдет в исполнительную службу. Что может исполнительная служба? Она может арестовать ваше имущество, она может наложить арест на ваши официальные доходы, и она может арестовать ваши счета ФОП. Соответственно, если у вас нет официальных доходов, нет счетов ФОП и нет имущества, то фактически сделать она вам ничего не может. И вы, в принципе, можете такой долг потихонечку, по чуть-чуть оплачивать в исполнительной службе, небольшими платежами, и таким образом этот ваш долг будет уменьшаться. То есть каждый ваш платеж, который вы будете делать, предположим, присудили вам 20 тысяч гривен, вы заплатили тысячу гривен, значит, в исполнительной службе ваш долг уменьшится на тысячу. Принесите квитанцию в исполнительную службу, напишите заявление, и так вы можете делать, пока не погасите долг. То есть у вас не будет каких-то жестких сроков для погашения. Если у вас есть официальные доходы, значит, до 20% по закону исполнительная служба может взыскивать с вас на погашение долга, и также здесь нет сроков, то есть эти деньги будут взыскиваться до того момента, пока вы не рассчитаетесь с долгом. Если у вас есть имущество, то это имущество будет арестовано, пока также вы не рассчитаетесь с долгом. Взыскивать, конечно, за 20-30-50 тысяч гривен квартиру, в которой вы живете, никто не будет, и продавать ее с торгов, но арестовать ее арестуют. Если у вас есть транспортное средство, здесь будет немножко сложнее, потому что транспортное средство могут арестовать и конфисковать, и продать его с торгов. То есть, либо нужно поторопиться с оплатой долга, либо тогда переоформить это транспортное средство на кого-то другого до того момента, пока будет арест. Но, в принципе, в основе своей, вот это все основные моменты, на которые нужно обратить внимание должникам по беззалоговым кредитам, которые по тем или иным причинам не могут их сейчас выплачивать.